Миндаля Ежегодно в ЕС производится до 110 миллионов тонн отходов животного и растительного происхождения. Некоторые, например, кожура и скорлупа Миндаля, идут на вторичную переработку для нужд сельского хозяйства и других отраслей. Возможно ли их использование для инновационных решений в автопроме, строительном секторе? Мы приехали в Испанию, чтобы попытаться это выяснить. В этом агрокооперативе 550 сотрудников. Помимо других продуктов, в прошлом году группа переработала 4 миллиона килограммов Миндаля. Правда, как только орех расколот и освобожден от скорлупы, речь идет уже о других цифрах. Из 4 миллионов килограммов меньше четверти, то есть миллион килограммов, это собственные миндальные ядра, которые мы используем в пищевой или косметической промышленности. Остальные 75% это скорлупа и шелуха, которая в настоящее время идет на биомассу. Теперь у ученых из европейского исследовательского проекта есть более масштабные планы на скорлупу. В этой химической лаборатории скорлупа Миндаля, а также отходы брокколи, лимона, граната, перерабатываются для получения натуральных добавок, потенциально имеющих промышленное значение. Микроволны, химические реактивы, наноглины помогают раскрыть возможности каждого продукта. Из лимона, например, мы можем извлечь желтый краситель, а также некоторые эфирные масла. Они придают конечному продукту, который мы разрабатываем, аромат и антибактериальные свойства. Гранат также содержит антибактериальные добавки, к тому же это очень стойкий краситель. Диапазон его оттенков от красного до синего, в зависимости от используемых реактивов. Брокколи обеспечивает натуральный зеленый краситель, он вызывает интерес. А миндальная скорлупа, измельченная и смешанная с биопластиком, придает материалу структуру и вид, напоминающий дерево. Добавки смешивают с биопластиком, изготовленным на основе кукурузного крахмала. Процесс, включающий обработку высокими температурами охлаждения в воде, превращает смесь в нитеобразный материал. Из него на трехмерном принтере можно изготовить, к примеру, автозапчасти. Мы стремимся улучшить термические и механические свойства новинки по сравнению с уже применяемыми в трехмерной печати материалами. Например, повышаемых устойчивость к высоким температурам, ударам. Мы также хотим придать нашему материалу антибактериальные свойства, а еще нас интересует возможность наделить продукт уникальным ароматом. Вот макет приборной панели автомобиля. Эта часть изготовлена с применением цидры лимона. У нее цитрусовый аромат. А вот варианты из граната. Текстура немного другая. А это мы напечатали из смеси миндальной скорлупы. Отличный материал с особенной текстурой. Следующий этап — довести то, что мы разработали в лаборатории, до полупромышленного уровня. Это займет около 4-5 лет. Таким образом, через 5 лет максимум продукты, подобные лабораторным образцам, могут появиться на рынке.